В эфире программа «Служу России» в студии Юрий Подкопаев. На донецком направлении пушки лучше всегда держать заряженными. Чем снаряд ближе к стволу, тем лучше интенсивность арт-стрельбы растет там на глазах Владислава Кустова. Снаряд всегда находится в лотке досылателя. Остается его только отправить в казенник и добавить к нему пороховой заряд. В артиллерии все решают командиры арт-батарей. Как они выглядят под Северском курсе в летингвоздев? Боевый уровень боя вырос просто колоссально. В учебниках никогда не покажут того, чем мы научимся здесь. Бабушка под Углидаром. Так зенитчики морпехов Тихоокеанского флота называют свою Шилку. И за ней не заржавеет. Заржавеет после нее. Это лучшее подтверждение того, что Шилка может работать и по наземным целям. Коллекционер из США выкопил медаль за отвагу, которую украинские военные забрали у пленного российского офицера и продали в Америку. Но медаль снова нашла своего героя. Удивительная история. Я в Крыму киевлянин. Я из Украины. Я полностью поддерживаю то, что делает Россия. Наибольшие потери украинские войска несут на Донецком направлении. Продолжается охват вооруженных формирований Украины в главных укрепрайонах под Донецком. Авдеевке и Марьинке. По данным нашего Минобороны, за неделю на этом направлении противник потерял до полутора тысяч солдат и офицеров. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено восемь танков и десятки единиц другой бронетехники. Владислав Кустов уже берет интервью у наводчиков орудий прямо во время стрельбы. На Авдеевском направлении боевая работа идет не прекращаясь. Сегодня поступила информация о том, что взят очередной населенный пункт. Но фронт подвижный, противник постоянно пытается контратаковать, так что даже после взятия какого-то опорного пункта драться приходится за каждый метр. Для артиллеристов здесь уже привычно не спать, таскать десятками снаряды больше 40 килограммов каждый и зажимать уши, чтобы не оглохнуть. Ситуация на Авдеевском направлении наглядно выглядит так. Это результат в прямом смысле кропотливой работы пехоты, которая всегда в связке с артиллерией. Давно под контролем опытная, наши продвигаются с севера. Ну противник там как вообще себя ощущает? Не очень. Знаешь характер цели? Пехота. Скопление. Войс! Через тепловизор видны белые точки. Эта пехота противника перебежками уходит в укрытие. Их настигает противотанковая управляемая ракета. Где-то на передней линии в это время работают операторы комплексов ПТУР бригады «Кальмиус». Разведка работает, нам докладывают, что ночью там либо подвозят личный состав, либо подвозят боеприпасы им. И мы ночью работаем, срываем им ротацию, срываем подвозы. То есть у них там раненых по радиоперехватам, говорят, очень много. За последнее время бойцы 14-й артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса передвинули свои орудия на полтора километра вперед, пока не до быстрых рывков. Весеннее распутиться не дает технике передвигаться на далекие расстояния. Иллюстрация того, как сейчас идет работа на Авдеевском направлении. Пехота двигается вперед, артиллерия поддерживает ее огнем. На передовой сначала идет разведка. Через тепловизор видно противника, расположившегося на позиции. Туда устремляется противотанковая управляемая ракета. Небольшой перерыв пережидаем в линдаже. Здесь бойцы укрываются от снарядов противника и живут. Здесь от три наката получается бревен. Ну и земли где-то метра полтора. Долго ждать не приходится. Командир зовет в целый подземный город. 200 метров под землей. Хорошо, что без шлема было бы трудно здесь идти. Ну вот такие подземные ходы соединяют блиндаж с капонером, где стоит орудие. Потому что птички летают часто и надо быть все время в укрытии. Уличные бои в Маринке на Донецком направлении. Танкам Южного военного округа приходится буквально прогрызать путь пехоте. Во что украинские боевики превратили жилые дома. Каждый крепость. Окна квартир, огневые точки. Мы работаем на прямой наводке. Дальность до противника 100-200 метров. Более такие открытые участки местности есть, но они там короткие. И 100-200 метров мы просто их пролетаем, но все по скорости противник не успевает по нам отвечать. Основы маскировки орудия одной мостсети недостаточно. Обязательно закрывают еще ветками. Таким образом более естественно это выглядит. И удается добиться результата, когда орудие просто сливается с ландшафтом. Правда, есть то, от чего никакие ветки не укроют. Если, например, беспилотник оснащен тепловизором, враг видит не только источник тепла, но и темные пятна. Это холодная сталь. Орудия и техника остывают и становятся холоднее земли. Поэтому бойцы угаубят столько во время работы. Выстрел! Штурмовая работа. Вопреки стереотипам, это не всегда динамика и крики. Зачастую это почти хирургическая операция. Планомерно выцеливать противника, подавлять его и только потом аккуратно по метру продвигаться вперед. Работа с глушителем позволяет бойцу быть менее заметным. Устройство и звук глушит, и пламя гасит. Так что боевик по ту сторону и не понимает, откуда пули летят. Мы смогли подойти к ним незаметно, тем самым вступили в бой, выбили их с позиции, заняли опорный пункт, зачистили. И помогли нашим, основным войскам, выдвинуться для совершения маневра. Вот результат. Украинские боевики позиции покинули. Бросили погибших сослуживцев, танки в крестах, агрессивные шевроны. Противник такие шевроны таскает. Ну а провожает отступающих артиллерии. А что значит, дороги перерезаны. Огонь! Если послушать, как интенсивно ведется огонь, становится ясно, насколько не сладко противнику. В боевой работе наших артиллеристов практически полная автоматизация. Вот расчеты производят на планшете, но что-то предпочитают по старинке. Например, никакой GPS или глонасс с их погрешностями не сориентирует орудия в пространстве, точнее, чем военный топогеодезист с бусолью. На Донецком направлении становится все жарче. Вот что характеризует, насколько здесь активно идет боевая работа. Снаряд всегда находится в лотке досылателя. Остается его только отправить в казенник и добавить к нему пороховой заряд. Орудие будет готово к бою. Владислав Кустав, Руслан Асмогилов и Оксана Осипчук. Телеканал «Звезда» из Донецкой Народной Республики. Видно, что поля боев подсохли. Военные аналитики утверждают, что после этого начнутся наступления. На передовой, конечно, есть определенная метеозависимость, но она не столь очевидна. Важнее полные боекомплекты и укомплектованность подразделений. Кроме того, продвижение вперед идет и так. Это заметно и на северном направлении, в районе Кременной, Сватова, Северска. Валентин Гвоздев видит наступление в полный рост. Вот так артиллерийские 2-го армейского корпуса ежедневно поддерживают наступление нашей пехоты. Сейчас основная цель – отбить железную дорогу на Северск. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» отправляют два 122-мм снаряда по замеченному с беспилотника расчету АГС. Позиция пристреленная, поэтому и расход снарядов небольшой. К тому же бойцы этой батареи не первый год вместе успели получить богатый боевой опыт. Друг друга понимают без слов. Боевой уровень вырос просто колоссально. В учебниках никогда не покажут того, чему научимся здесь. Люди приобретают колоссальнейший боевой опыт. Это боевой опыт не только работы в полях, но и в городских условиях. Выстрел! Разные цели, разный калибр. Ствольная артиллерия наносит удары по укреплениям националистов на подступах к Северску. 152 мм звучат оглушительно, а значит и обнарушить положение батарей проще. Поэтому на позициях у артиллеристов с недавних пор появилась дополнительная защита. Националисты нередко используют дроны «Камикадзе». Чтобы уберечь расчет, наши бойцы придумали простое решение. Позиции дополнительно защищают металлической сетью, которая и останавливает беспилотники. Ствольная артиллерия вторит реактивная. Грады работают по площадям, когда накрыть нужно большую группу пехоты или скопление техники. Причем спасаться от таких осадков у боевиков не получается даже ночью, когда работа расчета усложняется кратно. Окрестности Северска вместе с бойцами 3-го батальона 132-й бригады 2-го армейского корпуса выдвигаемся в сторону передовых позиций. Сейчас они находятся в районе железной дороги, ведущей в город, всего в 12 километрах от него. По дороге встречается много подбитой и сгоревшей вражеской техники. Все поля вокруг перепаханной артиллерии. Скошенные снарядами деревья, сожженная техника и остатки западного вооружения в траншеях, которыми этот лес изрезан вдоль и поперек. Этот лесной массив, точнее то, что от него осталось, растянулся вдоль железной дороги на Северск на 5 километров. Он был прекрасно защищен. Здесь была создана целая сеть окопов, блиндажей и траншей. Однако взяли эти укрепления всего 80 человек. Здесь идут тяжелые бои. Выбиваем понемногу, отвоевываем 10 метров, 20 метров. То есть очень тяжело проходит вся эта ситуация. Двигаясь дальше по брошенным украинским траншеям, наконец-то выходим к той самой железной дороге, бои за которой идут и днем, и ночью. Выгнувшиеся рельсы застыли арками над воронками от снарядов. Вокруг не осталось ни одного целого дерева. За спиной нашего проводника с позывным «Тоха» внушительная сумка с особенно ценным грузом. Это противодронное ружье для борьбы с квадрокоптерами. На позициях их немного, поэтому каждая на вес золота. Я летаю. Где-то там, за железкой. Чего? А наша. Птички, как их называют бойцы, доставляют больше всего неприятностей. Помимо корректировки огня артиллерии, могут и сами сбрасывать гранаты. Есть модификации сбросов, рассчитанные не на один, а сразу на шесть гранатометных выстрелов. Над позициями наши коптеры нередко встречаются с вражескими. На этих кадрах воздушный таран в исполнении наших бойцов. Рэп у нас есть подавляющий сигнал. Там Wi-Fi сигнал, все разные сигналы. Тоже работаем ним. Пацаны вот поймали, например, беспилотник. Они сразу приносят его мне. Мы их перепрошиваем и работаем ними против врага. Группа специального назначения выдвигается на задачу. Разумеется, с ними мы пойти не можем. Но нам разрешили проводить группу до серой зоны. Боевой выход, как правило, длится около пяти суток. Цели у спецназа бывают самые разные. От выявления вражеских позиций и наведения на них артиллерии, до засадных действий в тылу противника и захвата языков. На Краснолиманском направлении бойцы чаще всего именно корректируют огонь нашей артиллерии. Впрочем, задача может поменяться и в ходе выхода. Особое внимание в северо-западное направление при контакте с противником. Ответный огонь и доклад на меня. Америка, Польша и Сапог. Так для удобства назвали участки леса перед бетонкой. Дорогой, по которой снабжаются боевики киевского режима. Взятие этого рубежа вынудит националистов отступить на несколько десятков километров. Сейчас как раз пытаемся забрать три лесных массива, которые давно были заняты противником. Сейчас успех уже есть и очень хороший. В дальнейшем планируем выйти на бетонку и продолжить наступательные действия дальше. Вот кадры недавнего выхода группы. Националисты предприняли попытку атаковать в районе Червонопоповки. Однако под ударами нашей артиллерии понесли серьезные потери и были отброшены на исходные позиции. На Каменском направлении бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса ежедневно наносят огневое поражение противнику. Работают в плотном контакте с разведчиками группировки «Отважные», которые и наводят артиллерию и танки на позиции врага. Право 40, право 40, выше 5, выше 5. После корректировки еще один снаряд отправляется в том же направлении, и мы тут же в режиме реального времени наблюдаем поражение цели. Отличное попадание. Хороший выстрел, хороший выстрел. Выше 2, выше 2. Пока работает наша артиллерия, боевики вжимаются в землю, а у нас есть возможность покинуть позиции, оставшись незамеченными. Валентин Гвоздев, Андрей Скачук, Андрей Панов и Наталья Лушакова, телеканал «Звезда», Донбасс. По сообщению Минобороны России, на этой неделе наши зенитчики уничтожили более 120 украинских беспилотных летательных аппаратов. Самая результативная охота на дроны за последнее время. Это говорит не только об увеличении поставок беспилотников в части ВСУ, но и о наших зенитчиках и расчетах радиоэлектронной борьбы. В этих дуэлях у каждой зенитной установки своя роль, свое место в боевом порядке. И проверенная временем самоходка «Шилка» подтверждает свою актуальность в новых условиях. Павел Кутаренко покажет, как под «Углидаром» работают морпехи-зенитчики с Камчатки. Мы вместе с морскими пехотинцами Тихо-Одеанского флота работаем сегодня на зенитной самоходной установке «Шилка». Выдвигаемся под «Углидар». Задача нашей «Шилки» – прикрытие пехоты и уничтожение воздушных целей в непосредственной близости от укрепрайона противника в «Углидаре». Экипаж машин из Камчатки. Здесь они с самого начала специальной военной операции. У нас экипаж, он как семья, как коллектив. У нас взаимосвязанное звено. Что оператор, что старший оператор, механик, командир. Они как-то взаимосвязаны, связь между собой есть. Оператор увидел, доложил старшему оператору, увидел, там поразил тело. На этих кадрах реальная боевая работа машины под «Углидаром». Чаще всего «Шилки» действуют в темноте, на поражение цели максимум полторы минуты. И сразу меняют позиции, чтобы противник не накрыл ответным огнем. Установка зенитная, поэтому способна справляться и с беспилотниками противника. Недавно экипажу удалось уничтожить украинские дроны-разведчики «Лелека» и «Фурия». Мы здесь находимся уже год и неоднократно сбивали аппараты противника, изучали их, неоднократно собирали обломки и так далее. И поэтому экипажи уже научены и визуально могут определить цель. Темп стрельбы четырех пушек калибра 23 мм до 3500 снарядов в минуту. Столь интенсивный огонь позволяет успешно работать и по наземным целям. «Шилки» способны, что называется, выкосить лесополосу и разобрать здание, где укрывается пехота противника. Причем пушки заряжают сразу осколочно-фугасными и бронебойными снарядами для поражения бронетехники. Вот это лучшее подтверждение того, что «Шилка» может работать и по наземным целям. Перед вами уничтоженная бронемашина в характерном украинском пиксельном камуфляже. Вообще «Шилка» может поражать броню толщиной до полутора сантиметров. Свою машину морпехи уважительно и ласково называют «бабушкой». Ведь самоходные «Шилки» – оружие, проверенное многочисленными военными конфликтами. Они наводили панику на афганских маджахедов, работали на Северном Кавказе и теперь демонстрируют высокую эффективность в ходе спецоперации. Павел Кутаренко, Антон Ратников и Наталья Ушакова. Телеканал «Звезда». Углидарское направление. Вооруженные силы продолжают планомерно наращивать свою орбитальную группировку. Боевой расчет космодрома «Плесецк» провел запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космическим аппаратом военного назначения. Ракета установлена на стартовый стол, заправлена. Офицеры космических войск несколько суток проверяли все узлы и системы ракеты. Подготовка завершена. Звучит команда «Пуск». Старт ракеты-носителя и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Новая медаль за храбрость появилась в России. Владимир Путин подписал указ об ее учреждении. В иерархии подобных наград новая медаль занимает второе место после медали за отвагу. Одну из таких украинских солдат отобрали у попавшего в плен российского офицера и продали на аукционе в США. Казалось бы, ситуация безнадежная, но прошло немного времени. Офицера-сапера вернули из плена, а вскоре нашему военнослужащему снова вручили его медаль. Максим Нискодубов об отваге тех, кто восстановил справедливость. Дмитрий с позывным «Беркут» к воинской службе готовился еще со школьной скамьи. В 2019-м стал кадровым военным российской армии, а в начале спецоперации его подразделения перебросили на донецкое направление. Задача стояла важнейшая – под огнем противника – очищать местность от лепестков, минных заграждений и неразорвавшихся снарядов. За это молодой офицер и получил государственную награду. За отвагу получил за частые выезды в районы наиболее близкого соприкосновения. То есть основное, за что я получил, это за работу в «Энергодаре», когда приезжала комиссия МВТ по обеспечению безопасности данной электростанции. Я обеспечил безопасность маршрута. Во время комиссии, как таковых инцидентов, не было. То есть была попытка, но мы успешно предотвратили. Уже после награждения в сентябре прошлого года, во время выполнения очередного задания, бронемобиль, в котором вместе с сослуживцами находился Дмитрий, попал под обстрел украинских националистов. Наши военные вступили в бой, который длился два с половиной часа. Но силы были неравны. Российских саперов взяли в плен. Украинские боевики отобрали все ценные вещи, в том числе и две именные награды Дмитрия – медали Суворова и «За отвагу». Молодой офицер признается, когда лишился госнаград. Увидеть их больше он и не рассчитывал. Однако пока над российским военным издевались в плену, на американском интернет-аукционе в продажу поступили две российские медали. Стоимость каждого лота – 250 долларов. В описании было сказано – трофеи взяты украинскими военными в зоне проведения СВО. Я поставил максимальную цену – 600 долларов. Я надеялся, что я возьму обе награды, но, к сожалению, смог купить только одну. Медаль «За отвагу» я купил за 550 долларов. Геннадий Чеблатов переехал из Киева в американский Даллас еще в далеком 92-м. Особая страсть мужчины – собирать антиквариат времен императорской России и Советского Союза со всех уголков мира. Именно он и наткнулся на объявление о продаже госнаград. Решение о покупке принял тут же. Правда, оставить трофейную медаль у себя мужчине не позволила совесть и уважение к российской армии. Я решил приобрести их с целью вернуть либо родственникам воина, либо ему самому. Потому что я не знал, он мог и не выжить. К сожалению, за медаль Суворова неизвестный покупатель во время аукциона заплатил чуть больше, чем назначил Геннадий. А вот медаль «За отвагу» ему удалось забрать у украинского продавца. То, что происходит на Украине, он называет кошмаром. При этом позиция по поводу спецоперации у него твердая и однозначная. Я покоренный киевлянин, я из Украины. Я полностью поддерживаю то, что делает Россия. Я считаю, что у него не было другого выхода. Мне искренне стыдно за моих соотечественников, которые дали себя обмануть и пошли на поводу в Америке. После покупки мужчина сразу же связался со своим давним товарищем в России. Тоже коллекционером, но и с Самарой Андреем Болдыревым. Попросил выяснить через наших военных личность обладателя медали, жив ли он и как ему можно вернуть награду. В Минобороны России оперативно отыскали законного владельца. Им оказался тот самый старший лейтенант с позывным «Беркут», который к тому времени уже вернулся домой. Молодого офицера обменяли на украинского военнопленного. Любая медаль для военнослужащего, и тем более за отвагу, это то, что он заслужил. Это то, чем Родина его наградила. И естественно, для него это дорого. Это не измеряется в деньгах. Чтобы доставить драгоценный груз в Россию и передать в руки Дмитрию, пришлось развернуть целую логистическую операцию. Фалерист из Техаса Геннадий нашел девушку, которая как раз возвращалась в Россию. Это было очередное поручение от отца. В Москве я его правая рука. Я не думала, что это занятие, задание такое важное. Из Москвы груз почтой добирался до Самары. Там с помощью Андрея Болдырева и Министерства обороны знак особого отличия наконец-то нашел своего героя. Андрей лично выехал в Муром на встречу с офицером. Было вручение. Он был в парадной форме. Была бригада построена. Там был оркестр. Ну да, на него это произвело впечатление, безусловно. Счастливая случайность и помощь неравнодушных людей с разных уголков планеты помогла российскому офицеру вернуть награду. Дорога домой была запутанной и сложной. Максим Нескодубов, Иван Зуев, Георгий Фролов, телеканал «Звезда». Если вы репортер с опытом и, главное, желанием работать, первым рассказываете все самые интересные и важные новости, у вас есть отличный шанс стать частью нашей команды. Команды телеканала «Звезда». Политические крылатые и тактические. Слышны звуки канонады постоянно. Конечно же, все главные события будут происходить в штаб-квартире ООН, в этом здании. Попробуем на себе. Полное ощущение, что мы на другой планете. Внимание! Выстрел! Режиме присылайте на почту работа-собака-звезда-медиа.ру. В углу экрана вы видите QR-код, наведите на него камеры смартфона и читайте самые последние новости в телеграм-канале «Звезда Ньюз». На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова